Как пользоваться разделом «Дом» в приложении госуслуги? За что можно привлечь нарушителей порядка? Какие изменения внесены в законодательство, регулирующее сферу ЖКХ? Эти и другие вопросы обсудили в администрации промышленного района на семинаре в рамках проекта «Мой дом». В зале почти нет пустых мест, а значит обсуждаемые темы актуальны для жильцов многоквартирных домов. Оксана Иванякова два года является председателем МКД. Обучающие семинары она не пропускает. Узнает много нового и применяет свои знания на практике. Благоустраивает придомовую территорию, помогает жильцам решить их вопросы. В этот раз Оксана пришла на встречу, чтобы поделиться своим опытом. Я расскажу о том, как я стала председателем, как мы со всеми жильцами пользуемся госуслугами «Мой дом», и также как мы взаимодействуем с управляющей компанией и с администрацией нашего промышленного района. Те, которые становятся председателями, либо председатели, которые не очень активные, они узнают много нового. Бывают люди, которые не пользуются еще пока госуслугами «Мой дом», либо не участвуют в проекте содействия, либо не знают, где найти источники финансирования. На встрече рассказали о возможностях приложения «Госуслуги. Мой дом», объяснили, за что можно привлечь к ответственности нарушителей порядка на придомовых территориях. Так, за припаркованный автомобиль на газоне водитель может получить штраф в размере 3000 рублей. В конце семинара председатели смогли задать интересующие их вопросы. Для граждан это очень важная и полезная информация, потому что все-таки старшие по дому, инициативные граждане, они по большей части находятся на своей придомовой территории, занимаются ее благоустройством и развитием. По большей части именно наши представители МКД и занимаются всем тем развитием территории, которые происходят внутри микрорайона, из которого складывается потом инфраструктура всего района в целом. Обучающие семинары направлены на содействие гражданам в вопросах управления и содержания многоквартирных домов, помочь решить проблемные ситуации. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.